Нефтяники в Кандинском районе провели субботник по очистке прибрежной зоны Озеро Светлое. Это одно из мест, где летом любят отдыхать туристы и местные жители. Экологический десант решил примкнуть к всероссийской акции и собрал несколько десятков пакетов мусора. Ольга Ускова продолжит. Озеро Светлое раскинулось примерно в 80 километрах от Урая. Необыкновенная зеркальная гладь завораживает всех, кто прикасается к этому природному богатству. Озеро Светлое Динзеря получило свое название. Это один из чистейших водоемов Кандинского района. В теплые дни весь его берег усыпан отдыхающими. Люди приезжают сюда даже из самых отдаленных уголков Югры. Однако, посещая это красивое место, безответственные туристы оставляют после себя груды мусора. Так выглядит берег озера после каждого нашествия отдыхающих. Своеобразное шество над территорией уже давно взяли на себя производственники восьмого нефтепромысла. На уборку прибрежной зоны выезжают каждую неделю. Однако, мусора, говорят, меньше не становится. Здесь постоянно убираемся, ввозим большое количество мешков мусора. Ну и так по кругу с этим сделать ничего не можем. Потому что, какие плакаты не ставь, люди все равно не прислушиваются к этому, не присматриваются к этому. Что нужно соблюдать чистоту, чтобы приезжать на место, отдыхать в чистоте, в порядке. И за собой оставлять чистоту, чтобы другие люди приезжали, отдыхали с комфортом. В этот раз навести порядок на живописном месте решили, как говорится, всем миром. Поддержав тем самым всероссийскую акцию «Чистые берега». Экологический десант составил более 40 человек. В их числе Полина Сумская. Нужно как-то это сохранить, вот эту вот чистоту леса. Я чувствую, что я помогаю природе и даю будущее нашим детям, потому что им тут потом жить. Чтобы они были здоровыми, красивыми, нам нужно сохранить леса чистыми. За несколько часов участники экологической акции очистили более километра береговой зоны, собрав несколько десятков пакетов мусора. Здесь прекрасное, чистое озеро, светлое. Здесь хотелось бы сохранить детственную природу. Если люди здесь будут оставлять постоянно за собой мусор, здесь просто антропогенная нагрузка возрастет. Здесь просто ничего не останется будущим поколением. Они не увидят эту красоту. На этом экологическая миссия не закончилась. Субботник продолжился еще на двух близлежащих озерах. Нефтяники собрали накопившийся мусор и установили баннеры, призывая отдыхающих сохранить берега озер чистыми.